Безопасность на переездах. Водителям Армавира раздали листовки и памятки. Горячая линия. Жители довольны. Реконструкция Уридского моста. Кукольный вернисаж. В доме Саву Дангулова открылась уникальная выставка. Здравствуйте. В эфире новости на телеканале РЕН-ТВ Армавир. В студии Ирина Рухлядко. Соблюдайте правила движения на железнодорожных переездах. Под таким девизом в нашей стране прошло 3 июня. Армавирским водителям тоже напомнили, как следует себя вести, чтобы не попасть под поезд. Чем вызвано такое внимание к данной теме, расскажет Влад Волошина. Добрый день. Здравствуйте. Все в порядке. Повод есть. Только на Северокавказской железной дороге в этом году уже допущено 23 происшествия, в которых погибли 4 человека. В 2014 ДТП было меньше – 15. Погиб один человек. Инспекторы ГИБДД говорят, что виной всему беспечность водителей. Когда загорается запущающий сигнал, то есть красный, некоторые просто проезжают. Якобы успеть. Когда мы начинаем уже им рассказывать и показывать фактические фотографии, тогда они, конечно, себя осознают. Как правило, больше всего аварий и погибших на тех переездах, которые находятся вблизи поселков и городов. Там интенсивное движение автомобилей, проходит пассажирский транспорт. В 2007 году в Краснодарском крае автобус попал под поезд. Погибло более 20 человек. Специалисты говорят, что сократить количество происшествий очень помогает специальное оборудование. Оснащение переездов шлагбаумами, выдвижными заграждениями, а также видеокамерами. По Белоглинскому району у нас на 465-м километре, это направление Котельниково-Сальск, установили 4 месяца назад камеры видеофиксации. И нарушения на данном переезде полностью исключены на данный момент. Значит, это камеры дисциплинируют водителей. Есть планы оснастить камерами и другие опасные переезды края. Однако в профилактике ДТП помогает не только оборудование. Очень важна и работа специалистов, которые контролируют движение. Например, Армавирский переезд в районе Кирпичного открыт с 1876 года. И последняя автоавария здесь была 37 лет назад. Железнодорожники говорят, что полиция и общественники помогают работать с водителями. На новую акцию также возлагают большие надежды. Она должна повысить сознательность водителей и уберечь многие жизни. Влада Волошина, Артур Крыжанян, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. К другим темам. Те, кто находятся под арестом за мелкое хулиганство, семейные дебоширы, водители под градусом и другие горожане, задержанные за административные правонарушения, отбывают наказание в специальном приемнике. Условия содержания в данном учреждении проверили представители общественного совета при отделе МВД Армавира. Представители общественного совета при отделе МВД города Армавира провели проверку состояния условий содержания арестованных в спецприемнике, где наказание отбывают лица, совершившие административное правонарушение. Перед входом в дежурную часть на стенде висит распорядок дня. Отбой в 22, как в пионерском лагере. Да, да, да. Свидание с адвокатами, свидание с родственниками до 1 часа. Отправление религиозных обрядов. Тоже да. Также на стендах расположены документы, где указаны телефоны, куда арестованные могут обратиться с жалобой. Обязательно перечень продуктов, питание разрешено для передач, соглашено с краевым СЭСом. Что можно, что нельзя, все написано. Также есть это все на стенде при входе на территорию. Ранее здесь был спецприемник для иностранных граждан, но данное учреждение перевели в ведомство миграционной службы. В здании проведена реконструкция, и вот уже год, как здесь, отбывают наказания нарушителей общественного порядка. Семейные гебоширы, злостные нарушители правил дорожного движения, лица, осужденные за мелкое хулиганство и воровство. Среднесуточная наполняемость составляет 22 человека. Предусмотрен ежедневный телефонный звонок родственникам. Ну и, конечно, мы здесь держим библиотеку свою, своими силами создали, и граждане читают. Также выдаем еще настольные игры, это шашки, шахматы. Представители общественного совета продемонстрировали комнату для свиданий. Право повидаться с родственниками согласно закону имеет каждый арестованный один раз за все время пребывания. Тут же на полочках книги из библиотеки. Маловато считает представитель общественного совета Нина Никитина. И тут же бросает клич среди горожан с просьбой принести литературу для арестованных. В соседнем помещении кухня – холодильник для хранения продуктов, которые передают родственники газовая плита, горячая и холодная вода. Все в исправном состоянии и доступно для пользования в определенное распорядком время. По правилам содержания лиц под административным арестом каждый имеет право на бесплатную медицинскую помощь. В медицинском кабинете есть все препараты для оказания врачебной помощи. Если необходимо длительное наблюдение за состоянием здоровья, то предусмотрен отдельный кабинет с кушеткой. В камеры, где арестованные отбывают наказание, съемочную группу не пустили. Нельзя – режимный объект. По словам Нины Никитиной, там тоже все в порядке. В том числе я побывала в камере, пообщалась с сидящими там заключенными. Их было четыре, камера на четверых человек. У них нет никаких жалоб, нет никаких предложений. Вернее, даже было пожелание поощрить руководство учреждения за то, что, в принципе, здесь как бы достаточно удовлетворительные условия для содержания. Я думаю, что в целом результаты проверки можно оценить точно, как положительные. Подобные проверки представители общественного совета при отделе МВД города Армавира проводят регулярно. Лариса Юровская, Артур Каджанян, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. Уридский путепровод Армавира теперь удобен и для мамочек с колясками. С момента открытия моста после его реконструкции на телефон горячей линии РЕН-ТВ поступил десяток звонков от жителей, которые сетовали на то, что въехать на тротуар с коляской или большой сумкой на колесах невозможно. Мешает столб, который стоит посреди тротуара. В минувшее воскресенье прошли демонтажные работы. Опору сдвинули. Подробности далее. Муридский путепровод для движения открыли 1 мая. Реконструкция стала глобальной, длилась она больше полугода. Водители, со словами благодарности, отметили качественную работу строителей и всех дорожников, а вот пешеходы нашли недостатки. На телефон горячей линии РЕН-ТВ поступил десяток звонков от армавирцев, которые сетуют на то, что двигаться с детскими колясками по путепроводу невозможно, мешают столбы посреди тротуара. Когда мы начали реконструкцию его, начали снимать столбы, мальчистое освещение, тут народ обрадовался, что расширят тротуары. А сейчас мост вроде бы как готов, столбы как стояли посредине тротуара, так они и остались. Мамочкам с колясками не пройти, инвалидов с коляской не перевезти. У нас очень много людей, кто жалуется. Нужно отметить, что опоры, по которым проходит контактная троллейбусная сеть, с момента строительства моста еще в советское время никто не менял. На том же месте они стояли 5, 10 и 20 лет назад. Эти кадры были сделаны в 2013. В этом году при реконструкции строители учли нормы безопасности и установили металлические отбойники для защиты пешеходов. Они уменьшили возможности для маневров с колясками. В минувшее воскресенье столбы, которые заграждали проход, перенесли. Ангелина Иванова, мама двоих малышей, как и остальные родители, теперь без проблем может подняться на мост и перейти на другую сторону. Каждый день хожу, но приходилось ходить под мостом. А сейчас хожу по мосту. Должны они это все предусматривать, потому что, допустим, под мостом там ни пешехода, ничего нет. Поэтому приходится идти по мосту. Убрали столб, и теперь легко можно пройти. Сейчас на мосту продолжаются небольшие работы по благоустройству. Докрашиваются лестничные перила, идет заливка битума, в шовные стыки. Все это не мешает движению водителей и пешеходов. Через пару дней реконструкция уридского путепровода будет завершена полностью. Куклы высотой 10 мм и более метра. 3 июня в доме Донгулова открылась уникальная выставка. На экспозиции представлены изделия десятка мастеров армавира. В двух залах собраны две сотни игрушек, выполненных в разных стилях и техниках. Особенность в том, что все работы – это ручной труд. С авторами необычных кукол пообщалась Лариса Юровская. Вот это да, мы попали в сказку. Это что-то удивительное, восклицают посетители. Невзирая на протест экскурсовода, руки сами тянутся, чтобы потрогать, прикоснуться к сказочному чуду. Выставка «Кукольный вернисаж» будет интересна не только любителям декоративно-прикладного искусства, но и тем, кто уже давным-давно распрощался с детством. 12 мастериц представили свои рукотворные шедевры. Даже у одного кукольного отдел мастера не найти похожих. А в двух комнатах дома Дангулова и подавно. Одежда у кукол съемная, цветы в волосах на крошечных шпильках, даже сережки отстегиваются, все доведено до совершенства. Скрыть эмоции очень трудно. Это все потрясающе. Огромное вам всем спасибо за то, что вы есть. И удивительно, вот меня не перестает удивлять наш город, но сегодня он меня потряс. Вот тем, что вы такие умницы живете в нашем кубанском городе. По народным куклам Александры Захаровой можно изучать обряды и традиции Кубани. Ввязанный зоопарк Риммы Ярыгиной соседствует с утонченными красавицами из полимерной глины Натальи Ванюхановой. А в центре зала приковывает внимание модная парочка высоких кукол в красивых костюмах. Это авторская работа творческого тандема Людмила Юдович и Анны Мативосян. Перед тем, как придумать образ и шить платье, мастерицы изучают историю костюма, затем делают эскизы моделей одежды. Шутят, бывает так, что кукла сама вносит поправки в свой образ. Молодой человек пришел, которому 25 лет, и он сказал, что я почувствовала себя ребенком. А вы знаете, я почувствовала себя очень взрослым человеком, когда я смотрела на вот эту полочку с прекрасными дамами, с чудесными этими теями, которые видят больше нас, глубже нас, чувствуют тоньше, и нам надо у них чему-то еще учиться. Коллекция кукол очень разнообразна. Виктория Могилевская для своих медвежа специально покупает плюш, чтобы фигурки выглядели точь в точь, как игрушки конца 19 века. Более 200 экспонатов представлены на выставке. Кроме того, здесь можно увидеть работы в технике батик и оригинальные маски в итальянском стиле. Перечислять все достоинства в небольшом сюжете очень сложно, но у армавирцев есть возможность познакомиться со всеми уникальными шедеврами. Кукольный вернисаж в доме Дангулова будет работать два месяца. Продолжит выпуск новостей прогноз погоды. С ним вас познакомит Марина Локтева. Здравствуйте. Партнер этого выпуска прогноза погоды – магазин «Гектар». Предлагает большой ассортимент товаров для сада и огорода. Более 10 тысяч наименований. Кроме того, целая коллекция семян и все для животных. Ефремова 270, телефон 5, 28, 25. По прогнозам синоптиков, в среду дождь пойдет с утра, затем сделает перерыв и возобновится вечером. Не забудьте взять зонтик. Ночью столбик термометра покажет плюс 19, днем поднимется до 27 градусов. Ветер будет дуть с востока силой до 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба. 4 июня – Международный день невинных детей, жертв агрессии. Из памятных дат следует отметить, что 93 года назад вышел первый номер журнала «Крокодил». А по народному календарю – это день «Василиска». Нельзя заниматься никакими делами ни в поле, ни в огороде. На этом у меня все. Я желаю вам удачи в делах. Ирина? Спасибо, Марина. Информация о погоде завершила выпуск новостей. Познакомиться с ними вы можете на сайте в интернете ravita.info, на волнах авторадио «Армавиры» и на страничках в соцсетях. Добавляйтесь в группы, чтобы первыми узнавать новости. С вами была Ирина Рухлядко. Всего доброго и смотрите телеканал РЕН-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова